Оля, здравствуй! Привет, привет, привет всем! И первое, о чем хочу поговорить, это тема Турции, так как я и сам мечтаю отправиться в эту популярную среди россиян страну. Время полета, как я понимаю, увеличилось? Ну, конечно, мы так примерно посчитали, что оно в два раза увеличилось, добавилось еще время пересадки в Ростове-на-Дону, там примерно два часа, и от Ростова-на-Дону до Анталии, там тоже полет два с хвостиком длится. Итого, так примерно нам кажется, что это в районе 7-8 часов теперь нужно будет до Турции добираться. Ну, на самом деле, перетерпеть увлечение времени полета еще можно, но что нас ждет по прилету? Ну, по прилету обязательно всем будут измерять температуру, причем турки, как такой градус отсечения, выбрали показания термометра 37,8. То есть ты прилетаешь, тебя бесконтактно термометр мерит твою головушку, там, или чего он мерит, не знаю. Если у тебя 37,8, тебя отводят в отдельный кабинетик, там ты полчасика остываешь, и через полчасика тебе снова меряют температуру. И если она все-таки больше, чем 37,8, то вот дальше уже принимается решение. Либо тебя будут госпитализировать в муниципальную больницу, либо тебя отправляют в отель, и ты там сидишь в обсерваторе, и дальше люди смотрят, как у тебя эта болезнь будет развиваться. Но прежде чем тебя отправить, тебе еще возьмут тест на ковид. Причем тест на ковид делается бесплатно за счет принимающей стороны. Конечно, вот у нас, да, тесты делаются день, там, сутки, двое, трое могут делаться. И, конечно, очень не хочется все это время, допустим, в аэропорту провести. Но турки обещают нам, что в течение часа тест будет готов. А если по каким-то причинам его будут делать дольше, то тоже это время ты можешь ожидать в номере отеля. Но не в своем номере, а в каком-то специальном обсервационном, где вот ты просто сидишь и ждешь, только в более комфортных условиях. Но если все-таки вдруг по прилету нас отправили в медучреждение, то это происходит за свой счет? Ну, ты знаешь, говорят, что это все покрывается страховкой. Но здесь представители отрасли нам рекомендуют все-таки задуматься о дополнительной, так сказать, расширенной медицинской страховке. Почему? Потому что, как мы уже знаем, на фоне коронавируса обостряются хронические заболевания, которые есть у человека, да, и эти хронические заболевания могут не входить в стандартную страховку. И тогда уже придется, допустим, лечиться за свой счет. А мы все понимаем, что лечение за свой счет – это очень и очень дорогое удовольствие. Поэтому лучше все-таки озаботиться. Ну, то есть все-таки о расширенной страховке задуматься стоит. Да, мне кажется, да. Но я бы, по крайней мере, если бы поехала, я бы точно ее оформила для себя и для детей. А что касается условий безопасности на территории отелей, как при размещении, так и уже при проживании? Ну, ты знаешь, самую полную и точную информацию мы будем иметь, наверное, когда вот эти 125 человек, которые вчера в 7.05 улетели в Анталию, когда они вернутся, потому что мы понимаем, что одно дело говорить, другое дело соблюдать. Понятно, что все отели, которые открылись по турецким законам, они должны иметь сертификат здоровья. То есть поклясться и побожиться, что все у них, все санитарные правила соблюдаются. Но соблюдаются ли они на самом деле? Ну, вот приедут люди и увидим, услышим. А теперь возьму печальный исход. Если так случилось, что отпуск мы провели не в отеле, как планировали, и все 2 недели или 10 дней пролежали в больнице, есть ли тогда возможность вернуть деньги, отданные за проживание в отеле? Ну да, логично было бы вернуть. Но вот что говорят? Если человек эти 2 недели проболел и непосредственно провел в больнице, то тогда он может рассчитывать на возврат какой-то суммы, которая за проживанием, вот эта часть путевки, которая за проживанием, если же он проболел, так скажем, сидя в отеле, где отдыхала его семья, то здесь как уже решит туроператор, как ты с ним договоришься, так и будет. А что с моей любимой системой «все включено» all-inclusive? Говорят, что некоторые отели отказались от системы all-inclusive, а некоторые отели, там, большие отели, у которых там ультра-all-inclusive и там какие-то особые услуги, они, во-первых, увеличили время приема пищи, то есть завтрак теперь там не с 7 до 11, а, видимо, завтрак плавно перетекающий в обед и в ужин. То есть больше расширили время приема пищи, и ограниченное число гостей теперь может одновременно зайти в ресторан, например, пускают там 50 человек, и пока не выйдут 50, вторую партию не запустят. Конечно, не очень удобно, и вот эти все неудобства, они, возможно, как-то кому-то испортят отдых. Ну, зато теперь есть возможность поспать подольше и все равно попасть на завтрак. А как нам действовать при возвращении домой? Ну, здесь, наверное, нужно начать ответ на этот вопрос с того, как нам действовать, отправляясь, да, потому что по действующим правилам, по-новым, перед тем, как ты зарегистрировался на рейс, ты должен зайти на сайт госуслуг и заполнить анкету. А потом уже, когда ты прилетаешь, ты должен за свой счет сделать анализ на ковид, и потом этот анализ подгрузить на сайт госуслуг. Причем законодатель же сразу же предусмотрел, что наверняка найдутся россияне, которые не будут сдавать анализ за 2,5-3 тысячи. И установил штраф достаточно высокий в 15 тысяч рублей. И таким образом экономически целесообразнее все-таки сдать этот анализ, чем сидеть там, дрожать и думать, найдут тебя, не найдут, потому что, ну, переход границы, таможенный контроль – это достаточно жесткая вещь, и где бы ты эту границу не переходил, ты все равно уже есть в базе данных, тебя все равно найдут. Поэтому, мне кажется, лучше здесь как-то не играть законом. Ну, то есть любишь кастаться, люби саночки возить, поэтому… Люби справки на ковид, да, анализы на ковид. Да-да-да, сам покупать. А что насчет прилета? То есть мы возвращаемся же в Россию, также где-то в Ростов, Москву или Петербург. Тест сдавать по прилету в эти аэропорты или в Тюмень уже? Не, ну ты физически не успеешь ни в Ростове-на-Дону, ни в Москве сдать этот тест, потому что, ну, если два часа пересадка, где ты, кто к тебе, куда ты там выйдешь, кто к тебе придет, когда ты получишь этот результат? Конечно, в Тюмени сдавать. Еще я, кстати, вчера спросила, может быть, если я из России привезу справочку свеженькую об отсутствии ковида, там, с переводом на английский, турецкий язык, с апостилем. Нет, все равно будут измерять температуру. Если температура выше 37,8, то уже вот по этой схеме, которую мы с тобой обсудили, будем действовать. Другое дело, что у нас же россияне умные люди, они ведь и больными могут полететь, они как-то вот путевка оплаченная дороже, и лишь бы не получилось так, что сидя в салоне самолета, там, за час до приземления, люди больные, напьются нурофена, и как будто бы огурчики приземлятся в Анталии, а на самом деле будут больными. Вот здесь надо немножко всем честнее быть, наверное, и с самим собой, и с другими, потому что вот этот ковид, он показал, что важна ответственность, социальная ответственность каждого перед каждым. Совершенно верно. А какие бы советы ты дала тем, кто собирается за границу все-таки? Ну, я бы, наверное, дала совет 150 раз подумать, потому что, вот, например, что касается семей с детьми, да, там, 8 часов добираться с пересадками, и потом ситуация же меняется так быстро, мы не знаем, что будет завтра, что будет послезавтра, а ты находишься в чужой стране, да еще, не дай бог, с детьми. В общем, я не еду. Я знаю, что есть еще одна тема, которая вчера обсуждалась, и если можно, то коротко, это про прививки от гриппа, которые завезли вчера в регион. Да, обсуждалась. Все призывают просто в этом году особенно внимательно отнестись к вакцинации от гриппа, потому что, не дай бог, в организме встретятся коронавирус и грипп, там последствия будут непредсказуемыми. Ну что ж, спасибо, Оля. Новый выпуск ток-шоу «Вечерний хэштег» смотрите уже сегодня в 19.00 на телеканале «Тюменское время».